Здравствуйте, Людмила! Я знаю, что Вы обладаете способностями и занимаетесь как бы целительством. Хочу Вас расспросить о Вашей работе и о Вашем даре, и как все начиналось, с чего, как это происходило. Как Вы обнаружили в себе эту способность исцелять людей, помогать людям? Ну, как ко мне пришло, это что пришло, да, это по роду, потому что это была у моей тети родной, которая, видимо, передала, но я тогда была ребенком и не знала об этом. А потом, когда уже во взрослом состоянии мне ходят, как все обычные люди, там, по гадалкам, где-то чего-то, и мне все одно и то же говорили, у тебя по линии рода, да, целителя, у тебя... Хотя я ничего за собой не замечала до определенного момента. Сколько времени Вы работаете с людьми? Во времени? Да, нет, сколько времени, как давно Вы начали? А, как давно? Как Вы нашли свое предназначение именно на этом пути? Как давно? Ну, уже 25 лет. 25 лет? Это вместе с тем, что я начала свое развитие. Ну, первоначально я стала развиваться, и у меня стали появляться определенные способности. Я заинтересовалась китайской медициной, восточной практикой всяких массажей. У меня стало это получаться. Стали появляться хорошие результаты у моих клиентов. И потом я еще подключила сюда рейки. Первая ступень, затем вторая ступень. И как бы больше развиваешься, и больше появляется таких способностей. Какие необычные явления были в Вашей жизни, которые изменили Вашу жизнь? Ну, со мной однажды произошел такой случай, значит, я шла во дворе зимой, где было много снега. И из-за угла выскочила машина, и было ощущение, что меня какая-то сила отбросила на обочину снега. Я упала, и машина остановилась, водитель ко мне подбежал и говорит, что такое, я Вас ударил. Он думал, он меня сбил, а я лежу, и у меня никаких болей нигде нет, и все. Я говорю, да нет, вроде я упала. Но я вспомнила потом уже, что какая-то сила меня отбросила на эту обочину. Не от удара машины, а видимо, какая-то сила меня убрала с этого пути, да. Но он, значит, у меня подошел, говорит, как, где болит, что, я говорю, в больницу Вас отвезти. Я говорю, нет, у меня ничего не болит. И я встаю и иду, а у него жена в машине не сидела. И мне говорит, смотри, смотри, она видимо, у нее шок болевой, ну, как бывает после аварии, да. И она идет, и это, типа, ненормально. А я говорю, да нет, вот, у меня все нормально, нигде ничего не больно. Я же иду не хромаю, нигде ничего не болит. И он, это точно, давайте я Вас подвезу. Я говорю, нет, нет, все хорошо. И я пошла. И сразу у меня что-то такое внутреннее была подсказка, что я как-то неправильно живу. Вот тот путь, который у меня на данный момент, да, был, что-то было неправильно в моей жизни. И я знала причину, и я решила убрать эту причину. И когда я эту причину убрала, и избавилась от этих всяких комплексов, и у меня открылась другая жизнь. Я даже поменяла место жительства, я уехала в Испанию, где сейчас уже проживаю 13 лет, и оказалась эта страна, как бы, меня приняло, это было уже мое место и предназначение, видимо. Ну, хотя это не важно, в какой стране человек живет. Важно его предназначение, что, где он должен находиться в свое время, да, в своем месте. И у меня здесь пошли другие способности. Я больше здесь раскрылась. Поэтому... Какие Вы заболевания лечите? В общем-то, я не занимаюсь излечением определенных заболеваний, а я занимаюсь гармонизацией тела, душа и разум, как бы, три ипостаси. И когда появляется уже у человека гармония, изменение осознанности, у него вот это все поле выправляется. Гармонизуется. Гармонизуется. И душа и разум. Три ипостаси. Когда человек все три использует свое развитие, и у него появляется вот эта гармония, у него поле выравнивается, и уходят все болезни. Потому что все болезни это, ну, как нашему организму такой звоночек. Смотри, задумайся, почему у тебя это появилось. И человеку нужно возвратиться, прокрутить свою жизнь, посмотреть. Ведь мы все люди такие, что знаем свои недостатки, да? Но иногда не признаем их, и сами себе не хотим признаться. Да, я вот здесь неправильно делаю, да. Сами себя стараемся обманывать, и в итоге мы получаем какую-то болезнь, да? Вот. И потом подсказка как бы это, да? И если мы правильно подкорректируем свое сознание, изменим, вот, исправим эту ситуацию, и эта болезнь у нас проходит. Вы считаете, любая болезнь проходит? Да. И спит, и рака, что считается совсем неизлечимым? Да, да. Нет неизлечимых болезней. Есть неизлечимое просто восприятие, можно сказать. Поэтому я считаю, что все болезни, они, это просто сигнал. Это не болезнь. Это просто сигнал телу, да? Позвонили вам туда, снимите трубку и послушайте свой организм. Вернитесь. И каждый человек обязательно находит, и он знает свою причину. И если он ее исправляет, у него исправляется это все. Все куда-то... Потом люди идут, делают анализы, и там ничего нет. Вот была миома у женщины, она пришла, я с ней позанималась. Я всегда разговариваю с человеком, да, во время... Даже делаю массаж, и в это время, говорю, задавайте вопросы, что интересно, что я какие-то советы даю, где-то что-то. И у них в это время идет изменение осознания. И он потом начинает, может, мне не может признаться, но хотя бы себе признается. Это важно, что сам себе, чтобы признался и начинал исправлять свои ошибки. И потом говорит, а вы знаете, я после вашего массажа пошла просто делать анализ. И вот у меня, вы знаете, миомы не стало. Я говорю, ну это не после моего массажа, а после, говорю, наверное, наших бесед с вами. Мы с вами побеседовали, вы свое услышали и исправили. И у вас эта миома ушла, это был сигнал. Также у меня мужчины были, у которых простата была. Правильно я говорю? Правильно говоришь, да. Простата, потому что, как я выражаюсь и на испанском, здесь немножко она звучит по-другому, поэтому нормально. И то же самое уходило. У вас есть медицинское образование? У меня много профессий, и из медицинского образования только медучилище. И уже я пошла в медучилище в возрасте 35 лет, потому что, как бы, когда стала заниматься восточной медициной, и мне интересно стало немножко анатомию изучить, как бы там тело человека где-то что-то. И я просто так пошла по интересу, а не по направлению, чтобы работать. И я не работала в медицине. Я больше как увлекаюсь практиками восточной медицины, потому что здесь есть результаты. Здесь работа с чакрами. Здесь работа с осознанием. Ну и те же упражнения. Это тело. Правильно? Всякие беседы, которые уже, как я и психотерапевт тоже работаю, побеседовал с человеком, и у него поменялось сознание все. В жизни все исправилось. Человек себе сам исправил, да? Мы природой, в общем-то, так устроены, что мы можем себе сами помогать. Нам нужно, чтобы кто-то просто дал толчок. Именно человек сам может знать свои недостатки, но ему надо, чтобы кто-то его немножко подтолкнул, подсказал. Какие вам снятся сновидения и помогают ли сновидения в вашей работе целительской? Да, конечно. Во сне много приходит информации. Во сне, значит, если уже осознанное сновидение, можно что-то исправить. Поэтому, чем больше ты практикуешь сновидения, тем больше это работает. Ну, все в нашей жизни, что бы мы ни делали, изучение языка, профессия, любая, что мы учимся, нужна практика. И если мы делаем практики любые, это получается и это работает. Точно так же и со сновидениями. Ну, вот меня еще заинтересовал случай, о котором вы рассказали. О случае в поезде с неизвестным человеком. Если можете, расскажите. Да. Такой интересный случай. Мне было 16 лет. Значит, я ехала в поезде. Плацкартный вагон обычный. И я сидела где на 4 места. Я сидела одна. Нет, было все пусто. И зашел просто мужчина такой, в пиджаке одетый, такой элегантный, высокий, красивый, глаза голубые. Мне было 16 лет. Но этот мужчина был на вид 40 лет. И он дипломат ставит, садится напротив меня, здоровается и говорит. Вы знаете, можете мне составить компанию, пойти покушать в ресторан? И я так думаю, неожиданно. И такой мужчина, 40 лет где-то. И мне как-то даже стало немножко так, немножко страшно внутри. Думаю, сейчас куда он меня поведет и что. И он говорит, да не бойтесь. Просто я еду в командировку и мне будет с кем-то покушать приятное. Ну, побеседовать. И он как-то меня к себе расположил, что внутри у меня что-то такое тепло разлилось немножко. И пошло доверие к нему. Я как бы с детства что-то внутри, когда чувствовала такое, разливается тепленько, я доверяла таким людям. Если у меня холодок где-то был, я как-то уходила от этих людей или из этих мест. И я согласилась. Я говорю, хорошо, пойдемте. Он говорит, я заплачу, все, просто вы со мной посидите. И когда мы пришли в ресторан, значит, в вагон-ресторан, сели, он напротив меня сидит. Мы заказали, кушаем. И он начинает такую беседу. Куда вы едете? Я говорю, я еду в международный молодежный лагерь «Спутник» отдыхать. Говорю, вот путевку мне дали, где я учусь. Я говорю, а вы куда едете? Он говорит, я в командировку еду. Я врач. Я говорю, а вы какой врач? А он говорит, а вот надо спасти человека, чтобы его не угробили. Надо вовремя его спасти. Я говорю, а вы какой врач? А он, и откуда вы едете? Я говорю, откуда вы? А он, оттуда. Вот так мне пальцем показывает. У меня так внутри сразу что-то такое прошло. Думаю, что-то вот так оттуда. Тем более мне 16 лет было. Оттуда я еще не была ни с кем знакома и с терминами подобными. Ну, как-то мне странно показалось. Ну, думаю, ладно. Ну, шутит просто, да? С девочкой пошутил. И я, значит, думаю, ладно. И он так смотрит на меня и говорит, у тебя другое предназначение на земле. Ты об этом узнаешь позже, говорит. Ты еще, говорит, ну, как бы твой возраст еще рано, что-то где-то. Ну, когда ты станешь взрослая, ты вспомнишь наш разговор, меня, мои голубые глаза. И ты потом, когда мои глаза вспомнишь, ты будешь меня вспоминать. Я сижу так, думаю, наверное, он правда какой-то немножко странный. Но я продолжала его слушать. И он говорит, чем старше будешь становиться, тем больше тебя будут узнавать люди. Ты будешь какая-то уже немножко такая знаменитая. А я сижу и думаю, наверное, я артисткой буду. Ну, как девочке 16 лет, да? Думаю, а может, я артисткой буду, что меня будут люди знать. И он говорит, у тебя на земле другое предназначение. Чем ты сейчас занимаешься, твоя там первоначальная профессия, это, говорит, не то. Но это не важно, учись, расти. И потом, говорит, ты меня вспомнишь. Ну, думаю, ладно, вспомню. И когда, значит, я уже закончила кушать, он мне говорит, ну, ты можешь идти на свое место, ну, отдыхать. Я его поблагодарила и ушла. Прихожу, также в мое место никого нет. Я сажусь одна, только там на боковом месте напротив женщина лежала, и она кашляла. Очень у нее кашек был. Но она уже пожилая была. Может, там ей 70 лет было. И такая она грузная, укрытая лежала одеялом. А я еще думаю, так жарко, она под одеялом лежит. Ну, так посмотрела. Сажусь на свое место, сижу. И думаю, а что же он сидит и не идет, этот мужчина. Ну, его же место так, он мой сосед, нету. Там прошел час, нету его. И мне интересно стало. Я думаю, может, он с соседнего вагона был. Думаю, пойду к проводнице спрошу. Захожу к проводнику и говорю, вот у меня был сосед рядом, вот описываю его. Она на меня смотрит и говорит, нет, какой сосед? Вы, говорит, вы одна в купе едете. Ну, я вернулась на место. Думаю, значит, он с другого вагона пришел. И думаю, странно. Я решила в ресторан вернуться. И думаю, может, он еще там сидит? Что-то меня заинтересовало. Я пошла в ресторан, там нет никого. Я смотрю столик, где мы сидели. Я решила спросить у официантки, куда он делся. Я к ней подхожу и говорю, мы вот с мужчиной у вас кушали. Она на меня смотрит. С каким мужчиной? Я его описываю. Она говорит, вы что, девушка, я вас не обслуживала. Я говорю, я вообще у нее уже думаю, что у нее такое лицо было. Я его описала. Я говорю, мы вот здесь сидели. Я потом уже мне как-то не по себе стала. Я говорю, ладно, извините. Я вижу, у меня такое выражение лица было, что я вообще неизвестно, что я ей рассказываю. Я говорю, я ушла оттуда. Ушла, пришла, села и сижу. И все это, думаю, такое-то все странно. И куда он делся, и откуда он взялся. И эта женщина кашляет, а я сижу так, и у меня мысли в голове. Ну вот ей недолго осталось мучиться. И я потом сижу так, думаю, фу-фу, что за мысли? Что это ко мне такое в голову пришло? Я так сижу, думаю, зачем мне это такое, это же нехорошее, вот что ей там недолго осталось. Фу-фу, такая сижу, и все. И правда, прошло время, я его забыла. И разговор, и все. А потом уже я его вспомнила, когда у меня уже дети родились. И у меня с сыном тоже случай такой был уникальный. Два с половиной, когда года ему было, у него признали опухоль в голове. И сказали, нужна срочная операция. И что ему жить осталось, в общем-то, часы. Я сказала, что нет, я его под нож не отдам. Я не знаю, у меня уже это внутренняя что-то была подсказка. И я всех там выгнала, становлюсь на колени и начинаю молиться. И говорю, господи, вот я отдаю в твои руки сына своего, вот на всю твоя воля, вот как ты решишь, так и будет. И утром приходит женщина и дает мне номер телефона, говорит, смотрите, вот, говорит, целитель, съездите, это последний шанс, да, порезать, вы успеете сделать операцию. Я даю расписку, ребенок же в тяжелом состоянии, я даю расписку и забираю и везу его туда. Эта женщина смотрит на меня и говорит, так вы же, говорит, своей верой спасли своего ребенка. А я так на нее посмотрела, и она говорит, вы ночью что делали? И мне стало страшно, потому что то, что я делала, не видел никто и не знал никто, только знала я. И она говорит, вот то, что вы сделали, говорит, вы своей верой спасли своего ребенка. И, говорит, с ним уже идет работа, говорит, и будет все хорошо. Его никто и кроме как оттуда не спасет. И вы правильно сделали, что приняли такое решение, что вы его туда отдали. И уже ваш ребенок будет жить. Вот сейчас моему сыну 26 лет, у него уже двое детей. Все хорошо. И все счастливы. Так что, хорошо. Такие случаи. Уникальные. Да, уникальные случаи, очень интересные. Благодарю вас. Ну и пожелайте что-то россиянам, так как вы живете уже постоянно, 13 лет в Испании. Что бы вы хотели сказать людям России, простым людям? Развивайтесь. И мир к вам повернется. И вы обретете свое место в жизни, свое предназначение. Независимую. Независимость. Да, потому что у каждого человека есть предназначение. Но вот этот быт и вот эти проблемы всякие, вот эти там, они нам закрывают, да? Видение. Понимание. Вот это наше природное, да? Природное, да. Поэтому нужно развиваться. Нужно раскрываться. Нужно доверять Вселенной, там, Богу. У каждого свое восприятие, да? Этих миров. И когда вы будете развиваться и будете отдавать больше все свое доверие туда. И решать все проблемы, оттуда обязательно получите ответ правильный. Как я говорю, всегда слушайте отсюда. А вот здесь иногда мешает. Когда научишься различать, где душа, как говорят, ой, первая мысль была правильная. Это вас за ниточку дернули, мы все ведомые. А потом, когда пришло сюда, человек начинает сомневаться. Так поступить, так решить, да? А потом ему как то, что сюда пришло, оно вроде бы выгодное, да? Эта позиция. И он берет это решение и принимает. И у него потом он проигрывает. И говорит, я же вот чувствовал. И бьет себя сюда, да? Я же вот чувствовал. Или кто-то говорит, ай, первая мысль правильная. Это не мысль. Это вот здесь вас дернули, да? Ниточку вот эту нашу, что ведут. Мы ведомые, мы связанные, да? Вот эта нить. И подсказали, когда вы начинаете, там, так, так. И в этот момент раз вас отсюда, вот так. И вы поступаете вот отсюда. Научитесь жить. И вы будете счастливы. И найдете свою дорогу. Да. И когда вот здесь у вас разливается тепло, значит, вы правильное решение приняли. Если у вас холодок пошел, это я по своей практике вот вам рассказываю, да? Вот сюда холодок. У меня с детства это было, да? Вот сюда холодок пошел. Что-то там холодно. Не пойду я туда, да? И это правильно. Поэтому все в природе открыто. Всегда природа нас ждет. Все силы света нас ждут. И все нам помогают. Доверяйте больше. Хорошо. Благодарю большое. Спасибо. Удачи всем. И, Людмиле, удачи. До свидания. Судуısель где жил, звук и звук этл.